Барнаульский дальнобойщик По словам Александра у фуры отказала электрика. Перегорели провода аккумулятора. Специалиста по ремонту найти оказалось непросто. Ремонт поломки оказался сложным и дорогостоящим. Если бросить фуру на трассе, ее быстро разворуют на запчасти. Поэтому Александр решил ночевать в грузовике. Его полевая жизнь затянулась на полтора месяца. Все это время местные дальнобойщики помогали Барнаульцу продуктами, деньгами, поиском мастера и нужных запчастей. В ближайшее время Александр отправится домой. День города планируют отпраздновать на новой набережной. Праздник пройдет в новом формате, незнакомым жителям города. По словам председателя комитета по культуре и администрации Барнаула Валерия Поршкова, сцену для празднования дня города на главной площади устанавливать не будут. Власти хотят отказаться от традиционного концерта и фейерверка. Напомню, что день города совпадает с выборами губернатора Алтайского края. В связи с этим основные концерты будут проходить вблизи избирательных участков. Жару до 33 градусов обещают синоптики на ближайшие дни. Как спасаются домашние животные от такой погоды и что делать хозяину, чтобы любимец не получил тепловой удар? Смотрите в следующем сюжете. Никаких каре, каскадов и пикси. Из стрижек здесь только елочная игрушка, бабочка и сердце. Последнюю сегодня делают чистокровному королевскому поделю Кетти. Она в этом зоосалоне постоянный клиент. Уже пятый год подряд жительница Барнаула Ольга Ворожцова привозит свою любимицу на летнюю стрижку. Ольга уверена, с короткой шерстью Кетти чувствует себя комфортнее в жаркую погоду. Но и о красоте не забывает. Мы в свое время ходили на выставки, стриглись мы. Выставочные у нас были стрижки. Сейчас мы на выставки больше не ходим, поэтому решили стричься креативно. А креатив грумеры любят. Могут подстричь питомца и под уточку, и под верблюда. По особому заказу могут сделать так называемый дуэт. Голову подстричь под льва, а туловище и хвост под зебру. И такие заказы бывают. Кстати, многие из этих стрижек легко можно сделать и на дому. Главное, говорят грумеры, летняя стрижка не должна быть слишком короткой. Чем короче шерсть, тем выше риск получить тепловой и солнечный удар. Лучше сделать легкую стрижку, при которой длина шерсти будет не меньше 5-6 см. Но желательно и не больше этой длины. Так гигиеничней. У нас сейчас, как видите, лето, клещи. Очень короткая стрижка. Люди просят коротко подстричь, потому что будут очень хорошо видны клещи, когда они выезжают на природу. А вот кого грумеры точно не рекомендуют стричь совсем, так это собак, имеющих подшерсток. К таким породам относятся хаски, самоеды и шелти. Подшерсток у них состоит из мягких, густых, легких волос, обычно более коротких, чем остевые. Он захватывает воздух, создавая изоляционный слой. Таким образом, он сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Охлаждаться им помогает еще и одышка. А стрижка, наоборот, может вызвать у собак с подшерстком дерматит, кератоз или алопецию. Так что будьте осторожны в этой погоне за красотой и прохладой. Анна Муратова, Роман Хайрулин, Новости. Соревнования на бурной воде пройдут на реке Кумир в Чережском районе. Заявку на участие можно подать до 16 июля. Если вы хотите принять участие, присылайте письмо на адрес, который видите на экранах, с пометкой «Кумир-2018». Напомню, спортивный фестиваль «Кумир» проводят ежегодно с 2003 года. Участники будут находиться в соревновательном лагере в течение недели. Мероприятие включит краевые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях и первенство России по рафтингу. Кроме того, участники смогут попробовать свои силы в конкурсе биваков и туристской песни. Добавлю, в прошлом году в фестивале приняли участие спортсмены из Москвы, Томской, Белгородской и Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев и Республики Алтай. На этом у меня все. Смотрите телеканал «Катунь-24» и еще больше новостей найдете на нашем сайте katun24.ru. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!